Послание ничего не стоит, сравните с той славой, которая откроется в нас. Это написано в столицу Римской империи. Вот люди получили это послание, читают, проповладельческий строй, из захваченных в плен рабов делали гладиаторов, тренировали, особая школа спонтанские были, выставляли их на арену, кто кого победит, с киржалами. У каждого мать, у каждого был когда-то уголок, где жил человек. Выхода никакого нет. Он плененный, родился в рабстве от рабов родителей, и человек задумался о своей жизни. Он видел, как живут рядом люди в достатке, все у них есть, сыр в масле катается, ездит по заграницам, в банке денежки несчитанные, миллиончики от дедушки получил еще. А у этого ничего нет. Вот откуда восстание Спартака, вот откуда взрывы народного недовольства, гнева. И вдруг они получают послание, уверовавшие рабы, и апостол Павел говорит, вот эти страдания, у кого-то неизлечимая болезнь, потери родных и близких. Это ничего не стоит. Не потому что жизнь временна, а потому что будет слава от Бога. И одно с другим сравнить, даже нельзя сравнивать. Вот человек, который трудится, и страдает. Он ожидает награды. Северная получает, я же на севере, там повышенная, коэффициент, водолазы, кто-то разготал на Чернобыле, он страдает, ему говорят, ты же льготы имеешь. Христиане имеют великую льготу, быть детьми Божьими. И Бог перевернул эти страдания в славу. Вспоминается житие Вавилы, епископа. У него были ученики, немного, три ученика. Говорят, много у вас детей в лагере. Один ребенок, это уже работа. Один человек уже все оправдывает. А если много, они счастливы? Да не радуйся, если они непослушные. Серахов так говорит. И у него трое учеников, которых арестовали. Мы приговорили ударов дать столько каждому, сколько лет. Тебе сколько лет? Семь лет. Семь ударов плетями. А тебе девять. И они плакали. Говорили, почему мне мало лет? Я бы больше ударов получил за Господа. Это какое же состояние детей было, которые не за проступки. Сегодня что попало? Делай. Начинаешь наказывать. Он в эстерику заходится. И ты отпускаешь его. Просил, он уже делает пакость. Другого можно столкнуть, ударить. И в воздух спихнуть, не умеющего плавать. Вот тут вспомняется, что по рождению Ехидины, гадилыши. Разве родители этого не видят? Притом страдания эти не получат никакой награды. А еще больше после смерти будет наказание. И вот получили люди послание, прочитали. Тогда не было этих глав, стихов. Как они обоглились. Это в прошлый раз хозяин тебя наказал, Павел, ты меня. Какой ты благословенный. Ты ради Господа принял. Да, я все делаю ради Христа. О, когда все воскреснут из мертвых, какой ты венец получишь? У тебя болезнь неизлечимая. Награду получишь. Переноси только безропотно. Благодари Бога. У тебя страдания. Какие? Много ребятишек. Получишь награду за воспитание, это виноградник твой. Нет у тебя детей, ты благодаришь Бога, трудишься с другими, награду получишь. Это один день святой жизни. Что бы ни делал, говорит сладчайший Иисусе. Все это я несу ради тебя. Если ты ради Христа будешь делать, у тебя будут страдания, поношения. Потому что люди мира не понимают, что за гробом. А мы знаем, что там есть иная вечная жизнь. Во втором послании Коринфим 4, 17-18, тоже апостол Павел говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это пишет «Портовый город». Тоже родовладельческий строй был, но там большое было распусто. Люди зарабатывали нечестным путем. И он им говорит, кратковременно это легкое страдание. Ну что сделают? Палец отрубили. Один святой говорит, во имя великого единого вечного Бога. Второй палец отрубили. А у Бога два естества, Бога человечества. Ради тебя да будет это жарство. Третий палец отрубит. Господи, да будет честь святой и нераздельной троицей. Четвертый палец отрубает. Он восхвалил Бога. Господи, есть четыре стороны света тобой сотворенные. Четыре Евангели, которые ты дал. И на все десять пальцев у него славословие Божие. Да где же они учились? Да какие же учителя-то у них были? Вот все страдания, какие на земле, их все можно повернуть в русло славы Божьей. Я это делаю ради Христа. Бытие 16.11. И сказал ей ангел Господень, Агарий, вот ты беременна, и родишь сына, и наличешь ему имя из моих. Ибо услышал Господь страдания твое. Даст тебе сына в послушание, в радость за твои страдания. Ты только доверься Богу. Ты только приви свое положение, свою нишу, в которую тебя Бог поместил, как место, на котором тебя будет Господь искать. Он меня будет искать, Господь, именно вот такой бедности. Какой я есть глухой. Больше он с меня не спросил. Но только целиком я весь и отдавался на служение моему Господу. Любил я его всем сердцем. Это важнейшее, самое наивысшее заповедь Господь. Бытие 41.52. А другому нареки ему Ефрем и Осип. Потому что услышал Господь страдания твое. По страданиям имена давались. То есть это укрепление мое. Я страдал силой изнемогания, называя его Ефремум. Передает перевод какой. А Иосиф? Иосиф родился от любимой жены, у которой детей не было. Переводится приумножитель. А Иосиф как раз и размножился больше всего. За страдания твои. Поэтому что бы с нами ни было, в труде, в немощи, в духовном переживании, у Бога все выберено. И чаша, может быть слезная, уже через край переливается. Но Бог увеличивает силы, чтобы мы могли перенести. Бытие 41.52. И 42.21. И говорили друг другу. Точно. Мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас. Это братья Иосифа вспомнили. За страдания, которые мы несем, кто-то отвечает будет. Вот такая выравнивается схема. Напиши дома страдания. И за это идет награда. Награда. Как в Талмуде описывается. Что один юноша стал роптать на Бога и Его. Это евреи. Они знают истинного Бога. Страданий много у меня. Но почему у другого ничего нет? Здесь какой кирпич и упадет мне на ногу. Какой бы их ни вырвется, на меня напорится. И пошел к учителю спрашивать. А там в очередь, как в поликлинику. И он сидел, сидел, да и заснул на скамейке. И видит во сне, что предстал на страшный суд. И ангел взвешивает. Добро и зло. И зло перетянуло. Он так и взахнулся. А ангел говорит. А у него страданий много. И голос сказал. Брось страдания. Бросил страдания. Чаша коснулась. Качнулась и стала пускать. Но остановилась. Нету страдания. И он как закричал. Господи, дай мне еще страдания. И проснулся. А к кому он пришел, как врач, выклинул и говорит. Иди. Ты все уже знаешь. Ты сам страдания просишь. Если мы здесь будем молить Господа. Это рассказ. То мы скажем. Страдания моих еще мало. Потому что страдания будут брошены на те весы. Которые покажут. Насколько мы верны Господу. Насколько мы доверяемся Ему. Он вымерил эти страдания до нашего рождения. Быть может в этих страданиях кто-то страдает из-за нас. Господь назначил Ему быть фараоном. Ты иди, фараон. А я жесточу сердце Его. Понимаете. Господь, да кто фараон, да и тот же человек. А это тебе не рассуждать. Это сосуд гнева. А ты сосуд милосердия. Поэтому ты страдаешь. Исход 3.7. И сказал Господь. Я увидел страдания народа моего в Египте. И услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его. И выведу их. Господь все считает. Не считай только никогда, что Бог забыл, дает непосильное время. Ни одного человека, от первого человека, Адама и до последнего на земле не было и не будет, чтобы сверх данной силы были положены страдания. Это нам только кажется. Если ты в это не веришь, и у тебя трудные страдания, я прошу, приди ко мне. Мы немножко посидим. Я тебе расскажу и покажу твои страдания согласно Слову Божию. Что они как раз для тебя. Этот крест точно по мне. Солом 9.14. Помилуй меня, Господи. Возри на страдания мое от ненавидящих меня. Он постоянно молился. Господи, посмотри на страдания мое. Ржайся. Я согрешил. Но и страдания у меня есть. Ржайся, помоги. Мы страдания можем показывать Господу. Когда апостол Павел говорит, вы понудили меня хвалиться. Мне это не полезно. Но вы заставляете меня. И он начал хвалиться. Ни богатством, ни ростом, ни красотой. Хотя у него все было. Потому что он фарисеет, фарисеет, духовно. Он был не расслабленный. По правде закона не порочный. А тут говорит, я более всех пострадал. Сколько раз позоров ударом дано. В каких опасностях от лжебратьев. Все перечисляет. Как его мертвым побили, камнями выбросили. А он встал и пошел. Вот это, это наша награда. Когда предстанем перед Господом, мы каждый шрам, каждый выбитый зуб, глаз все покажем Господу. Димитрий Ростовский чудотворец, написавший 12 томов. На 12 месяцев жития святых. Однажды во сне увидел, как предстал некто. И говорит, ты обо мне пишешь, а не все. А кто ты? Он говорит, арест. Ты написал, что мне руку перерезали. Посмотри на ноги, видишь, пилой, литовкой перерезали жилы на ноге. А вот на другой ноге видишь, вот там, где мышца, это все вырезано. Уже после смерти он все еще хвалится. Хвалится страданием. Он так и записал. Примем это как есть, потому что это не противоречит Священному Писанию. Тюрьмы, лагеря, страдания, поношения. Это то, что мы непостыдно представим Господу. Господи, вот Твоя любящая десница била меня, а я целовал ее. Я ни разу не возроптал. Я знал, как раз пожарный случился, наводнение. От Тебя, мой Господь. Слава Пелес, 72-4. Ибо нет им страданий до смерти их и крепкие силы. Я смотрел на безбойщиков, живут и страдают. Здоровье такое. С чемпионами делаются. Тренируются в залах, в спортзалах. Деньги такие платят. Им нет до смерти страданий. Я не мог понять, почему я страдаю, а он нет. А очень хотелось узнать. И Давид, видимо, искал совета у людей, чтобы разъяснили. Но не мог понять, доколе я не вошел в Дом Божий. Ты ищешь ответы, иди в храм. Уж сегодня-то никакой причины нет. Ни огород, дождь идет. Соррения некоторых нет. Понимаете? Это привычки. Один раз ходил, и почему? А наша встреча с Господом откладывается. Откладывается до суда. Я прошу вас, позаботьтесь о родных и близких. Не пропускайте вечернее богослужение. Некоторые ни разу не пропустили. А некоторые через раз, а через десять раз. Почему? Я не разумел, пока не пришел в Дом Господень. И тут я понял. Так, на скользких путях поставил ты, Господи. Как нечаянно они пришли в разорение. Вот у нас здесь жили когда-то люди. Их арестовали, предавали, у них отписковывали, ссылали им на рынок. Где те, кто это делал? Сейчас вы заново оживите сказать. Храм Христа Спасителя в Москве будет восстановлен. Никто не поверил. По личному указанию Сталина был уничтожен. Навсегда. Сделали там бассейн, купальня. Я еще видел, как пар оттуда шел. Ничего этого нет. Да все храмы взорвали. Да это же клуб, где мы стоим. Клуб дыма из преисподней. Клуб. Клубами дым идет. И здесь храм Божий. Да никто мне поверил. И я не поверил, что все сказали. А мы уже сколько раз здесь молились. Это место освящено. Почему? А оно страданиями куплено. Нашими отцами, дедами, которые гнали за Слово Божие. И они там, в вечности, продолжают за нас молиться. Псалом 118, 67. Прежде страданий моего я заблуждался. А ныне Слово Твое хранил. Страдания не было, и человек куда-то уклоняется. А вот ударил Господь, и все кончилось. И сразу о Боге задумался. Страдания заключаются в самом человеке. Как ты их принимаешь? С благодарностью одна будет радость. Вы истерику не устраиваете. Если мать переезжает или отец, бабушка, он уже спит. Только сейчас плакал. И уже уснул. Это все наигранный артистизм. А вы порадуйте своих. Я Господа люблю. И руками их лопают и дергают артисты. Страдания народа сегодняшнего не приносят благословения Господним. Потому что они от разгульного образа жизни, от беспечности, от прихоти своей нраве. Страдания тогда, когда от Господа. Я этого не хотел, но так случилось. Я стою здесь, мол, не ударила, дом сожгла, все погибло, от Бога себе. Скажут, а как же Бог так допустил? Да Бог пьет иногда по куполу в храме. И все сгорает. Как ему угодно. Добудет его святая воля. Иакхов 5.10. Пример, вострадание и долготерпение. Возьмите, братья, моим пророкам. Начни с Моисея. Как он вышелся с непокорированным народом. Как тяжело людям было с Моисеем. Потому что они привыкли жить по своей боли. Я это с малым лагерем могу это рассказать. Дети самохотливые. Только по-своему. И это изо дня в день. А он 40 лет вел. Никакого отпуска не имел ничего. Из-за страданий Бог увенчал его славой. И пророки все бегали. Даже пророк Илья испугался женщины. 40 дней бежал без оглядки. 40 дней и ночей. Перепиливали, убивали. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Стефан сказал им. Вы хотите иметь утешение? Скажи, а я чем лучше? Стефана побили камнями. А я еще живу. Помню, как арестовали у баптистов, у отделенных. Звать его было Николая. Что с ним делали, неизвестно. Но его отдали. Арестовали его. И мертвого через несколько дней отдали. У него насквозь были проколоты мускулы. Видимо, электрическим током мучили. Я видел фотографию. Он лежит в гробу. И к небу поднятая рука. Подняли руку и сфотографировали. Как бы требует. Да коли ты, владыка, не мстишь за кровь нашу. Они-то думали навести страх. И не будете покоряться власти. Всех вас отождет. А они сказали так. Да брата нашего убили. А нас еще не убили. Хотели бы быть где наш брат? Так это неправославно. Мы не говорим о вечной участи, какая у них будет. Но главное, что страдания, истинные страдания, людей, которые еще не страдали, должны только мужественнее делать. 1 Петра 5, 10. Бог по кратковременному страданию вашему досовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Может быть гонение начнется совсем-совсем скоро. Быть может начнется война. Мы ко всему заранее даже приготовиться. И сказать, Господи, что ты не пошлешь от тебя? Скоро, теснота, война не отлучи до любви Божией. И ложась спать, благодови. Сегодня у меня есть здоровье. Никогда не жалуйтесь на здоровье. Завтрашний день, уже на один день мы старше будем. На завтрашний день уже не полагайся, что лучше будем. А чего ждать дальше-то? Все ближе к смерти. 2 Коринфянам 1, 5. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христово и утешение наше. Учитесь рассуждать с собой, с самими и со Христом. Вот тогда мне было плохо. А кто меня утешил? Мой Господь. А вот здесь самые родные и близкие против. Мой Господь. Он укрепил. И силы-то во мне даял, стоял. Это не мое. Никогда себе этого не припишите. 2 Коринфянам 1, 6. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения. Которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Павел мог на это указать. Сможем ли мы указать кому-то терпить, и как я терпел? Или у нас везде все только по облегченному режиму? Ведь то, что вот здесь сейчас делаете вы техникой, косите, все это вручную делалось. Не у каждой была сена-косилка лошадями. А лошади знаете, сколько корма надо? Как корова, да еще на одну десятую больше. А чтобы запрещать на косилку, трех надо было лошадей. Как трудно человеку тогда было. Скажи, а нам сегодня легче. Всегда найди какой-то луч, который осветит тебе. И скажи, да нас люди жили, копали, аскаватора не было. И было намного твой. Электричества не было. Масло сбить, прокусить, все вручную. Доильного аппарата не было. Благословен Господь. Нам легко, мы переможем, с нами Господь. Колоссиным 1, 24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас. И восполняю недостаток плоти моей скорби и христовых за тело его, которое есть в церкви. Мне этот стих непонятен. Как Павел мог увидеть какую-то шкалу, что не хватает? Ну, допустим, нормальное давление 80-120, говорят. Ну, не хватает там на 60-у человека. Говорит, низкое давление. А Павел вымерял страдания. За тело не его страдания, а за всю общую церковь. В копилку страданий всей церкви вкладывается страдание каждого из нас. Не хватает страдания. Кровь христиан была семенем христианства. Не хочешь, да скажешь, да будет воля твоя Господи. Нет страдания, нет обращения. Все остановилось. Мы на одном месте стоим. А страдания, это в другую деревню пойти кому-то свидетельствовать. Что-то пожертвовать, помочь. Вы всегда дома, когда откладываете десятину, спрашиваете, а есть на что-то еще. Вот мы в Барнауле объявили сбор денег, осенью уже соберем, сколько можем, на перевод Евангелия на горно-алтайский язык. Алтайцы к нам приезжали, мы собрали один раз. Откладывайте, дело добровольное. Вы будете участниками распространения Евангелия Христова среди других народов. И узнаете, с кем это можно передать, пока каждый дом охранит. А Господь говорит, кто примет праведника во имя праведника, получит награду праведника. Посмотрите на детей. Все до одного, намертво спят. Что это означает? Никогда не дают спать, только в субботу. Мгновенно засыпают. Отчего? Компьютерные игры. В вашей деревне играют в компьютерные игры. Вы проиграли детей. Дети лживые будут, страдания будут только за ваш позор, что вы детей не отучили от этого. Сегодня везде пишут наркомания, пьянство, менее опасно, чем наркомания. Вот эти игры. Из них никто не вылазит. Они могут убить друг друга, они не понимают жестокость, разврат, всему научатся. Поэтому страдания ваши, родители, которые детей не отучают от компьютерных игр, будут еще впереди. Сегодня начните это все истреблять, как идолу. Истребите до конца и сожгите. А уже трудно. Уже семя зла брошено. Подними их. Поставь их пред Господа. Это компьютерные уроды. Бог поднял память о жизни, о смерти, о вечности, о страдании. Ничего нет. И родители не знают, что делать. А мы говорим, если бы вы страдали с детьми, вы местные на молитве, не лаятся что-то, а встанем на молитву. Ни один ребенок сегодня не скажет, давайте ночью встанем на молитву. Ни один ребенок ко мне не подошел, не сказал, какое-то местописание знает. И как его понимать? А это все от родителей идет. Поэтому, чтобы воспитать ребенка, это не родить. Родить любое животное. Но воспитать, это свойственно только человеку. Это огромный труд. Огромный. И привести его к Богу. Если ты не приведешь его к Богу, то дети будут главными обвинителями на суде Божьем. Поэтому от детей страдания заключается в том, что когда ты учишь, они не учатся. Но еще больше страдания, когда они скажут, а вы меня не научили любить Господа. Вот почему апостол Павел говорит, думай, что нынешнее временное страдание ничего не стоит с той славой, которую Бог нам уготовил. Что я делаю и буду делать для славы Божьего? Я буду делать вопреки тому, что учат в школе, чем учат в государстве. Если это не сводится с Евангелем. Попросим Господа в молитвах, чтобы все наши страдания были направлены до славы Божьей. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.